Обзор главных событий дня вашему вниманию представляет информационная программа новости в студии Насиба Гулямова. Здравствуйте. Сегодня основатель мира и национального единства, лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон и президент республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мерзиёев, приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства республики Узбекистан у нас в столице в городе Душанбе. Лидер нации, президент республики Таджикистан, уважаемый Эмму Мали Рахмон и президент республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мерзиёев, приняли участие в церемонии открытия нового здания посольства республики Узбекистан в Душанбе. Мероприятие состоялось в рамках государственного визита президента Республики Узбекистан. Вначале главы государств, уважаемый Эмамали Рахмон и уважаемый Шавкат Мерзиёев, перерезав символическую ленту, официально сдали в эксплуатацию новое здание посольства Республики Узбекистан в городе Душанбе. Затем в честь открытия здания посольства и посещения его главами государств прозвучали национальные гимны Таджикистана и Узбекистана. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мерзиёев, посетили комплекс посольства и оставили запись в книге почётных гостей с выражением добрых пожеланий и намерений по углублению отношений дружбы, братства и солидарности между двумя странами. Следует отметить, что дипломатические отношения между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан были установлены 22 октября 1992 года. Основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон и президент Республики Узбекистан, уважаемый Шавкат Мерзиёев, посетили выставку товаров и продукции Республики Узбекистан в экспоцентре Душанбе. На национальной выставке промышленной продукции Узбекистана в Таджикистане 200 производственно-торговых компаний представили 1500 образцов продукции машиностроения, химической, лёгкой, текстильной, фармацевтической промышленности, а также строительных материалов, парфюмерии, товаров, домашнего обихода, 60 видов техники, полиграфической продукции и бытовой электроники. Президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмамали Рахмон, вместе с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мерзиёевым, на выставке ознакомились с образцами товаров, продукции и производственных мощностей предприятий соседней страны. Главы государств дали указания и поручения своим правительствам по созданию совместных промышленных предприятий, импорту и экспорту продукции в страны друг друга и увеличению объёма товарооборота между Таджикистаном и Узбекистаном. Проведение выставки товаров и продукции было признано важным фактором поиска новых партнёров и расширения торгово-экономических отношений. Развитие двустороннего торгово-экономического сотрудничества считается приоритетным направлением отношений Таджикистана и Узбекистана. Благодаря этому созданы реальные основы для укрепления связей, сотрудничества торговцев и предпринимателей. Твёрдая воля и мудрые шаги глав государств Таджикистана и Узбекистана с укреплением корней дружбы и братства закладывают реальную основу для расширения двусторонних связей, торгово-экономического сотрудничества, укрепления дружбы народов Таджикистана и Узбекистана, увеличения товарооборота, эффективного использования ресурсов обеих стран и в целом улучшения уровня и качества достойной жизни. На основе расширения сотрудничества в настоящее время плодотворно функционируют 400 совместных промышленных предприятий Таджикистана и Узбекистана. Предприниматели и инвесторы двух стран будут поэтапно расширять деловое сотрудничество, используя имеющиеся ресурсы и возможности. Сегодня состоялась встреча председателя Маджлиси На Мой Андагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан Махмад Туира Зокирзода с президентом Республики Узбекистан, уважаемым Шавкатом Мерзиоевым, находящимся в Душанбе, с государственным визитом. Председатель Маджлиси На Мой Андагон выразил мнение, что данная встреча придаст серьезный импульс развитию межпарламентских отношений между двумя странами. Было подчеркнуто, что за более чем 30 лет независимости обе страны накопили богатый опыт межгосударственного и межпарламентского конструктивного сотрудничества. За этот период была создана прочная и широкая система двустороннего стратегического партнерства, основанная на открытости, доверии и равноправном сотрудничестве. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества состоит из 200 документов, в том числе это соглашение о стратегическом партнерстве между Республикой Таджикистан и Узбекистаном, которые регулируют сотрудничество в самых различных сферах. На встрече было отмечено, что активизация групп межпарламентского сотрудничества, созданных в парламентах обеих стран, а также тесные связи между соответствующими комитетами, способствуют укреплению межпарламентского диалога и развитию отношений между Таджикистаном и Узбекистаном. В ходе беседы было сказано, что Маджлиси-Намой-Андагон, Маджлиси-Оли Республики Таджикистан является сторонником активного сотрудничества законодательных органов двух государств. Обмен визитами на разных уровнях, участие в самых различных мероприятиях, а также открытый диалог по международным и региональным проблемам позволяет укреплять наши межпарламентские связи. Сегодня же в рамках государственного визита в Республику Таджикистан президент Республики Узбекистан Шавкат Мерзиоев провел встречу с премьер-министром Республики Таджикистан Кохиром Расул Зода. Обсуждены вопросы дальнейшего расширения таджикско-узбекских отношений, стратегического партнерства и союзничества. Было подчеркнуто, что в ходе этого визита подписано историческое соглашение о союзнических отношениях, а также важность безусловной реализации правительствами двух стран всех договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Стороны в качестве приоритетных задач обозначили наращивание товарооборота, развитие приграничной торговли и торговой инфраструктуры, углубление промышленной кооперации в таких сферах, как автомобилестроение, энергетика, электротехника, добывающая, текстильная, фармацевтическая, сельскохозяйственная и другие отрасли. Особо отмечена важность полноценного использования потенциала регионов двух стран, а также расширения культурно-гуманитарных обменов. Ну и сегодня завершился государственный визит президента Республики Узбекистан в Республику Таджикистан, который проходил, напомню, 18-19 апреля. В ходе этого визита высокопоставленный гость, уважаемый Шавкат Мирзиоев, встретился с президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эммом Али Рахмоном, другими высокопоставленными представителями Республики Таджикистан. По итогам встреч и переговоров на высшем уровне между Республикой Таджикистан и Республикой Узбекистан подписано 28 новых документов о сотрудничестве. В рамках визита в Кохи Бурбат состоялась красочная концертная программа мастеров искусств Таджикистана и Узбекистана. В экспоцентре выставка товаров и продукции промышленных предприятий Узбекистана. А для дальнейшего развития и расширения дипломатических отношений у нас в Душанбе было открыто новое здание посольства Республики Узбекистан. В международном аэропорту Душанбе в знак особого уважения и искренности высокопоставленного гостя, уважаемого Шавката Мерзиоева, проводил лично лидер нации, уважаемый Эммом Али Рахмон. Уважаемые телезрители, это были главные новости дня. Я благодарю вас за внимание. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА